Коллеги, еще раз добрый день. Всех приветствую на нашем сегодняшнем вебинаре. Сразу же хочу пояснить три основные части, из которых он сегодня будет состоять. Вначале я расскажу о коммерческой, скажем так, части, о том, как оборудование представлено в ITEC в России, о сервисах, которые здесь организованы, о базовых преимуществах, которые получает партнер, работая с оборудованием в ITEC с компанией Appymatica. Дальше мы расскажем подробнее о линейке оборудования, о его преимуществах, сравним с конкурентами и как раз таки обсудим то, чем оно интересно сейчас на рынке и какую нишу оно занимает. Ну и, естественно, мы готовы отвечать на ваши вопросы. В чате всегда у нас присутствует наш технический специалист, который готов оперативно ответить на возникающие вопросы. Если какие-то вопросы будут необходимо отдельно обсудить в конце, то мы для этого возьмем время. Вот, а для начала как раз представлю. Меня зовут Полевщиков Антон, я отвечаю за продуктовое направление систем видеонаблюдения сетевого оборудования IoT. Дмитрий Варичев, как раз таки, который непосредственно основную часть сегодняшнего вебинара будет рассказывать, включая за продуктовое направление сетевого оборудования. И Алексей Гольцов на связи в чате всегда готов ответить на ваши технические вопросы. Ну что, приступим. Как вы видите, коммутаторы серии Easy Smart — это новое оборудование, которое появилось в линейке в ITEC у нас, у компании Appymatica. Для начала нужно сразу же четко позиционировать то, что Appymatica является эксклюзивным дистрибьютором производителя компании Vitec в России с 2018 года. И мы выполняем функции представительства, оказывая все необходимые сервисы, поддержку, склад, логистику, обеспечение гарантийных обязательств и прочее здесь в России нашими ресурсами и силами. У нас уже накопился огромный опыт работы с этим производителем, поэтому мы знаем его возможности, преимущества и готовы их всегда транслировать для наших партнеров, делиться опытом и рассказывать, предоставлять те знания, которые мы накопили за эти годы. На этом графике наглядно постарались отобразить то, в принципе, как развивается динамика продаж этого оборудования в России. Вы видите то, что из года в год оборудование набирает популярность и объемы поставок, соответственно отгрузок продаж наших партнеров, они увеличиваются уже кратно, то есть это уже речи идут не на десятки процентов, а на кратное увеличение ежегодно доли продаж оборудования в России. И я думаю, что тенденция как раз идет к еще большему увеличению спроса, потому что мы видим, что оборудование востребовано, оно пользуется популярностью и сегодня как раз мы выводим новую очень интересную перспективную ринейку оборудования, которое мы уверены найдет своих покупателей и будет востребовано на российском рынке. Для начала в двух словах буквально расскажу в целом, как компания IPMATIC работает с брендом Vitec и какие направления продаж мы здесь реализуем для того, чтобы было и удобно, и эффективно, и выгодно работать нашим партнерам с этим оборудованием. Так как IPMATIC, еще раз напомню, является эксклюзивным дистрибьютором в России, но при этом у нас есть в том числе статус у наших филиалов, находящихся в странах СНГ, там мы тоже представляем это оборудование. В России мы реализуем три основные модели продаж, которые ориентированы на разные категории и партнеров, интеграторов, реселлеров и с разными сегментами оборудования. Мы развиваем канальные продажи, проектные продажи, проектные поставки и есть вариант организации поставок по UAM схеме, когда мы в рамках контрактов договариваемся с производством о необходимой доработке, модернизации той или иной модельного ряда оборудования, либо даже одной модели, и готовы под конкретные условия, прописанные в контракте, поставлять такие модели сюда, в Россию. С канальными поставками мы работаем через наших партнеров, которые имеют это оборудование у себя на складах, то есть мы с ними имеем отдельные договоренности, соглашения и помогаем им всячески развивать свои каналы продаж. В основном это ориентировано на оборудование, предназначенное для малого и среднего бизнеса. Но при этом у нас есть и сегменты, которые востребованы в проектных поставках. Для этого мы реализуем программу поддержки проектов, которая обеспечивает более глубокую маржинальность в проекте и поддержку с нашей стороны и со стороны вендора, партнера, кто самостоятельно закладывает, прописывает в наше оборудование такие проектные поставки. Более подробно, какие именно сервисы мы предоставляем. В рамках проектной модели реализована поддержка проектов. Мы принимаем заявки от компаний, партнеров, кто имеет соглашение о сотрудничестве с компанией «Эпиматика», то есть от наших непосредственных партнеров, на том, чтобы зарегистрировать проект за этой компанией. Три необходимые условия для этого только необходимы. Первое. Проект должен быть уникален. То есть мы проверяем то, что он не зарегистрирован за другой компанией и он является уникальным в России. Второй важный момент. Спецификация оборудования, которая прописывается в этот проект, должна быть от 5000 долларов в рекомендованных розничных ценах. Это не такой большой порог, поэтому, по большому счету, большинство именно проектных решений, которые идут в какой-то системный проект, они совпадают под эти требования. И третья. Информация должна быть достоверной. То есть в веб-форме регистрации должна быть указана достоверная информация о вашем заказчике, о его местонахождении, адресе установки объекта и дополнительных информациях о том, как будет развиваться этот проект. Также для компаний, кто в основном занимается канальными поставками, мы активно участвуем в маркетинговой поддержке, участвуем в презентациях, форумах, организованных нашими партнерами. Выделенно проводим обучение для их партнерской сети. Таким образом, формируя интерес у конечных ваших заказчиков, у ваших партнеров по закупке этого оборудования. Естественно, поставляем это оборудование со склада не только в Москве, но и у нас есть 7 региональных складов на базе наших обособленных подразделений в каждом федеральном округе России, которые индивидуально могут гибко подходить к условиям поставки и отгрузки этого оборудования. Вплоть до двери, вплоть до того места, где это необходимо. Если мы говорим про оборудование, которое не находится на складе нашем, то средние сроки поставки оборудования под заказ составляют 60-90 календарных дней в зависимости от времени года, условий, объема поставки. Но, в принципе, мы сейчас даже оптимизируем эти сроки и они более гибкие становятся. В России полностью мы оказываем русскоязычную поддержку как на этапе предпродажной подготовки, то есть пресс-сейла по подбору, консультации, оборудованию, формированию технических требований в проект и послепродажной консультации в помощи в настройке, конфигурированию, разбору всех необходимых кейсов, ну и, естественно, гарантийное обязательство. С прошлого года открылись авторизованные сервис-центры в 54 городах России, где можно работать с оборудованием Vitec. Адреса можно увидеть на нашем сайте. Поэтому оборудование доступно в том числе с точки зрения гарантийных обязательств, гарантийных сервисов фактически в каждых регионах нашей страны. И мы настоятельно рекомендуем обращаться к нам, в том числе в рамках пресс-сейла, по подбору демонстрационных образцов. У нас их большого количества, мы всегда готовы предоставлять. Еще важный момент. На все оборудование мы обеспечиваем в Россию гарантию 3 года с возможностью расширения до 5 лет. То есть такие условия не в каждый из производителей предоставляет. Мы обеспечиваем эту гарантию здесь, в России. Это базовые основные вещи, которые интересны нашим партнерам и, в том числе, конечным заказчикам. А теперь давайте перейдем подробнее к линейке оборудования. Дмитрий расскажет про это оборудование. Добрый день, коллеги! Итак, у нас сегодня на повестке дня настраиваемые коммутаторы доступа серии EasySmart. И хочется начать с понимания, скажем так, места этого коммутатора в топологии. Мы представляем здесь такую классическую топологию, которая используется, как правило, в таких корпоративных сетях, да, в общем-то и домашних, где наверху стоит некий роутер или коммутатор третьего уровня. Ниже стоит коммутатор распределения, это, как правило, L2 управляемая модель какая-то, которая занимается распределением трафика уже на втором уровне, на уровне MAC-адресов, да. И ниже это уровень доступа, и, собственно, именно этот уровень нас сейчас интересует. На уровне доступа используется несколько типов коммутаторов в зависимости от задач, в зависимости от бюджета. В большинстве своем это неуправляемые модели, то есть главная задача коммутатора уровня доступа в большинстве случаев это просто доставка питания. Но бывают, если мы говорим о пое коммутаторов, безусловно, да, это коммутация и доставка питания. Но бывают случаи, когда необходимо каким-то образом этим коммутатором управлять. Ну, например, настраивать то же самое питание, иметь возможность перезагрузить порт, иметь возможность настроить количество питания, подаваемое на порт, или какие-то смежные задачи решить. Неуправляемые коммутаторы вам, к сожалению, такой возможности не предоставляют. И во многих случаях приходится использовать полноценный L2 коммутатор просто для возможности перезагрузки порта, например, да. Неуправляемый L2 коммутатор может стоить там в 10 раз дороже, чем неуправляемый. Как же быть в такой ситуации, получается, да? В такой ситуации производители придумали некую промежуточное звено, которое назвали Smart или Easy Smart. Здесь стоит остановиться немножко на названии вот этого вот сегмента Smart, Easy Smart, как его понимают производители. На данный момент коммутаторы подобного класса представлены у нескольких производителей. И так как это не какое-то название согласно RFC, да, это чисто бренд, поэтому понимают его тоже немножко по-своему. Ну, в частности, вот Vitec позиционирует свои коммутаторы как линейку Easy Smart, да, но если мы там дальше будем смотреть по сравнению с конкурентами, да, то, в общем-то, бьемся мы с конкурентами в том, что конкуренты называют Smart полноценный, да. То есть у них тоже есть линейка Easy, но она не дотягивает по техническим характеристикам до Easy Smart в Vitec. Так что это все очень условно и просто остановимся на том, что есть некие Smart коммутаторы, которые позиционируются где-то посередине между неуправляемыми коммутаторами и управляемыми. Безусловно, управляемые коммутаторы L2 обладают полным функционалом, необходимым для организации уровня распределения. И в большинстве случаев, о тех случаях, о которых мы говорим, это доставка питания, управление питанием. Большая часть функций, которые есть у коммутаторов L2, управляемых коммутаторов L2, они не нужны, но при этом вы за них переплачиваете, да. То есть коммутатор, получается, может стоить там 600 долларов, например. Используете вы его как неуправляемый коммутатор за 30 долларов, да, плюс возможность перезагрузки по питанию. Здесь получается такая нерентабельность. И если мы посмотрим по функциональности и росту цены, вот на этом графике здесь как раз видно, да, то есть существуют неуправляемые коммутаторы. Слева колонка с нашими моделями, которые можно соотнести с графиком, да, и здесь видно, какими моделями гигабитных коммутаторов. Здесь только гигабитные модели у нас показаны. В ITEC представлен в каждом из сегментов, да. Нижний сегмент — это неуправляемые коммутаторы. Это наша линейка PS по SWITCH. Самые дешевые неуправляемые коммутаторы гигабитные у нас серия PS3, G и GH. Чуть выше идут EOL, это дорогие версии коммутаторов неуправляемых PS3, которые мы снимаем с производства и будем заменять их сейчас на серию EasySmart. Напротив сегмента Smart у нас показаны наши как раз EasySmart коммутаторы, да, ну и в управляемых коммутаторах мы представлены моделями PCMS. То есть использование EasySmart позволяет вам решить большинство задач, которые возникают на уровне доступа по управлению питанием, по организации доступа к управлению простейшими функциями настройки коммутатора, да, при этом вы не переплачиваете за те функции, которые на уровне доступа просто не нужны. Перейдем подробнее к линейке. У меня в руках сейчас моделька PCES306GF, для того, чтобы понимать, какого размера этот коммутатор, да, это коммутатор начального уровня с четырьмя POE-портами, гигабитным портом Ethernet и гигабитным SFP-портом. Мы делим всю линейку, в которой сейчас представлено шесть моделей, по количеству POE-портов и самые важные параметры, собственно, сейчас мы говорим с вами об аппаратной части, и в аппаратной части мы делим как раз по POE-портам. Четыре POE-порта у нас у двух моделей, отличаются они оплинками. Модель 306G имеет 2 гигабитных Ethernet-порта, GF, соответственно, один Ethernet-порт и один порт SFP. Здесь, как ни трудно догадаться, давайте остановимся на этом сразу, по моделям, как мы их называем. Как расшифровать из модели, собственно, что за этим названием скрывается, какая аппаратная часть. VI, понятно, это Vitec у нас, PCES – это POE, Cloud – EasySmart, то есть вот по этим четырем буквам можно сразу понять, что речь идет об EasySmart. Трешка в названии – это обозначение того, что коммутатор имеет гигабитные POE-порты. 0,6 – это количество портов на коммутаторе, и, соответственно, G – это гигабитный аплинк. Если мы видим F, это значит Fiber Channel, то есть, соответственно, SFP рядышком присутствует на этом коммутаторе. По такой нехитрой ситуации можно, в принципе, сразу понять, о какой модели идет речь. Сразу скажу, что есть небольшие исключения у нас по последней циферке, да, 306, вот 308, 310. Сразу видим, что 308 и 310 количество портов одинаковое, называется по-разному. Ну, вот такая спецификация здесь. Значит, смотрим на количество POE-портов, на оплинки и на POE-бюджет. Здесь надо сразу обратить внимание, что в верхнем сегменте на 24 POE-порта у нас POE-бюджет превышает большинство конкурентов, которые находятся в этом сегменте. И, опять же, ярко выделяется 308GF моделька, да, с 60 ваттами всего, как бы казалось, да, но там ценой все это дело компенсируется. Модель прямо четко предназначена для видеонаблюдения, то есть для подключения во сне камер, наверное, это самое бюджетное будет и самое логичное решение. Без переплат дополнительного решения. Да, и самое востребованное. Да, спасибо, Антон. Уже заявил производитель, что будет еще модель на 48 портов. Мы, к сожалению, сейчас даже даташитов не имеем, только информацию о том, что такая модель будет. На предыдущем слайде посмотрели на характеристики аппаратные, да, теперь поговорим, что же с программной точки зрения умеют эти управляемые коммутаторы. Главное отличие от неуправляемых – это функция управления, и поэтому, соответственно, там есть своя микропрограмма, доступ к которой вы можете получить через веб, через мобильное приложение, через клауд. Но важен функционал, да, какие функции поддерживаются. Итак, одна из функций – это Watchdog. Это настраиваемая функция перезагрузки порта при зависимости конечного оборудования. В чем отличие глобальное от неуправляемых коммутаторов, на которых есть джампер, включающий Watchdog? Здесь вы можете настроить эту функцию на каждый порт, который вам нужен. То есть не все порты будут гаситься, не все порты будут поддерживать эту функцию, а только те, которые вам нужны. Яркий пример – у вас используется коммутатор, неважно, там, на сколько портов, будет четыре, да, к которым подключены две камеры, которые могут зависнуть два, например, телефона, которые перезагружать не нужно. Настраиваем на два порта функции Watchdog, на двух портах эту функцию отключаем. Собственно, настройка каждого порта в отдельности – это и есть главное, основное преимущество относительно использования неуправляемых коммутаторов, которые настраиваются джамперами. Когда вы одним движением, в общем-то, переводите все устройство сразу в некий режим, возможно, вам не нужна эта функция на всех портах. Вилан. В данном случае используется порт-бейст Вилан, то есть вы имеете возможность назначать и группировать порты отдельно, выделять их в отдельные сегменты локальной сети, производить агрегацию портов, как uplink, так и downlink. То есть вот здесь это реализовано так. Extended POE – это, наверное, одна из самых востребованных функций в видеонаблюдении, когда вы снижаете порог пропускной способности коммутатора до 10 мегабит, но при этом возрастает передача POE до 250 метров. Здесь также можно это назначить на отдельные порты, то есть один порт у вас может работать на 250 метров, а другой при этом оставаться в режиме 1 гигабит, что, безусловно, удобно в распределенных сетях, когда у вас к одному коммутатору подключены и камеры, которые могут висеть во дворе, и телефоны, которые стоят у вас в соседней комнате. Повторюсь, для реализации этого на неуправляемом коммутаторе, то есть у вас возможности такой нет, по разделению, да, управляемый коммутатор L2 полноценный будет стоить просто очень много денег, хотя фактически здесь от него требуется только передача трафика и доставка питания. Anvib Detector – это редкая функция на коммутаторах. Коммутаторы Wightech позволяют определять Anvib-устройство. Зачем это нужно? Опять же, для видеонаблюдения. У вас появляется в веб-интерфейсе коммутатора табличка, где написано соответствие MAC-адреса, название камеры и ее IP-адрес, то есть вам нужно ориентироваться, где какая камера называется, есть возможность переименовать эту камеру, и все эти устройства автоматически добавляются к облаку Wightech Cloud, если вы его используете. Про Wightech Cloud мы отдельно потом поговорим, потому что это, в общем-то, такая серьезная штука. Да, ну и, безусловно, используется веб-браузер для доступа к устройству, если без облака это удобно, это привычно. Есть IP-адрес по умолчанию, есть функция принятия IP-адреса по DHCP, через веб настраивается большинство сетевых устройств, я думаю, что здесь никаких проблем не возникнет, и это, безусловно, очень удобно, потому что при определенных настройках можно и без облака получать прямой доступ к коммутатору и настраивать его из любой точки. Ну и Wightech Cloud, безусловно, это настройка мониторинг через облачный сервис, управление устройствами через веб-интерфейс в браузере на десктопном компьютере, либо через мобильное устройство через приложение Wightech Cloud. Ну и пара слов, собственно, о самом Wightech Cloud. Что же это такое? Сразу оговорюсь, это для многих является таким триггером, да, то, что вы можете не использовать Wightech Cloud. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не заставляем подключать устройство в обязательном порядке, включается-выключается функция клауда, просто галочка в веб-интерфейсе, по умолчанию она выключена, то есть сам коммутатор никуда ломиться не будет, ни на какие сервера, если вы этого сами не захотите. Если же у вас есть потребность в подключении к клауду, то все это очень легко и доступно настраивается, собственно, галочкой в веб-интерфейсе и указанием логина и пароль в свои учетные записи. В каких случаях может понадобиться управление клаудом, да, какие преимущества она дает? В первую очередь, конечно, она дает доступ к вебу через мобильное приложение, да, то есть вы можете управлять со своего мобильного приложения устройством, например, перезагрузить порт, пока вы едете где-то, вам пришла нотификация о том, что на порту произошла какая-то проблема, например, камера перестала снимать видео, у вас вашей WMS пришло, да, вы залезаете на коммутатор, просто перезагружаете ее руками. Функция Watch Dogs срабатывает в случае зависания Ethernet-порта, если зависла прошивка, вам, к сожалению, эта функция здесь не поможет, но необходимое ручное вмешательство вы можете сделать это через веб-интерфейс как раз. Вы можете администрировать несколько проектов в одном окне. Очень удобно при функции Unviv Detector, например, у вас автоматически выстраивается топология сети, то есть появляется коммутатор, который вы завели через Witec Cloud в это облако, сразу рисуются все камеры, которые к ним подключены. Можно получить доступ к камере через это облако напрямую, минуя все натое фаерволы, управлять топологией, опять же, да, графически все очень хорошо и наглядно видно. Кроме того, Witec Cloud поддерживает не только наши коммутаторы, он поддерживает и Wi-Fi точки доступа, беспроводные мосты, контроллеры, то есть вы можете на оборудовании Witec целиком строить свою топологию, эта топология будет у вас отображаться на десктопе, можно ее крутить, настраивать как угодно, просто из одной точки использования Witec Cloud абсолютно бесплатно. Дошли, наконец, до сравнения, сравнения с конкурентами и с теми оборудованиями, которые мы будем заменять новым оборудованием, да, то есть крайний левый ряд у нас это наше оборудование, которое мы сейчас снимаем с производства, это неуправляемые модели, там будут дальше еще слайды по количеству портов, мы сгруппировали. Да, и на смену модели PS35GF, цены здесь приводятся, собственно, да, мы выводим сейчас фактически две модели, это 306G и 306GF. 306, да, это прямо вот модель, которая предназначена, в общем-то, в основном для видеонаблюдения. Два uplink-порта, есть возможность на отдельный uplink повесить видеорегистратор, например, если у вас видеорегистратор используется для видеонаблюдения, то есть какой-то небольшой объект, да, при этом четыре поя порта с возможностью расширения, extended и так далее. 306GF примерно та же самая ситуация, но оптический порт, uplink, вам позволяет использовать данную модель на большом удалении от головного коммутатора, потому что есть возможность подключить оптику. Если мы смотрим на конкурентов, это сам, вообще вот этот вот сегмент четырехпортовых коммутаторов, он самый конкурентный, потому что очень сильно заполнен рынок такими моделями, и многие вендоры, и многие дилеры темпингуют цены, то есть падая практически в ноль при перепродаже устройства, в основном продвигая бренд. Здесь мы показываем на уровне скидки, да, беленькими звездочками у нас показана слева глубина скидки, да, и фактическая стоимость этой скидки справа, там, где написано маржа. Потому что, например, конкурент 1 и конкурент 2 предлагают достаточно высокую скидку от RRC, но когда мы видим RRC, которую заявляет вендор, и выходим на какой-нибудь Marketplace, мы видим, что на Marketplace при этом цены, в общем-то, гораздо ниже этой самой RRC, и мы можем продавать эти модели, ну, практически в ноль. По функциям, то есть облачное управление в этом сегменте, как правило, конкурентов отсутствует. По основным функциям главным, да, то есть 305-я модель мы видим, неуправляемый коммутатор, в отличие от всех остальных, все остальное это все-таки Smart, Easy Smart. И сразу бросается в глаза наличие Anviv-детектора на Vitec и при этом присутствие 802.1Q у моделей конкурентов. Здесь мы понимаем, что, в общем-то, сегмент, в который целятся наши конкуренты, он немножко отличается от нашего. Мы очень много говорим про IP-видеонаблюдение и целимся в основном в IP-видеонаблюдении, при этом мы можем использовать наше оборудование в офисе в каких-то случаях, да. Наличие все-таки тегированного трафика – это, скорее всего, офисное использование. По четырехпортовым коммутаторам, я думаю, здесь все… Это исключение из ценовых правил. Да, 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 и оно, наверное, будет исключением из ценовых правил, да, но если вы посмотрите, опять же, у нас есть некоторые преимущества относительно оплинков, да, то есть у конкурентов по одному оплинку здесь везде, у нас их два. Наверное, самый массовый сегмент и самый востребованный – это восьмипортовые коммутаторы, и здесь уже цены выравниваются в нашу пользу, скидки остаются. Как я говорил ранее, 308GF – это прямо моделька, чтобы вас так не пугал, провисание по бюджету предназначено в первую очередь для видеонаблюдения. То есть если мы посмотрим, что среднестатистическая камера обычно потребляет 5-7 Вт, то очень хорошо у нас эти восемь портов на 60 делятся, точнее, наоборот, 60 Вт на восемь портов. Да, в случае, если нужно какие-то более прожорливые устройства подключать, например, Wi-Fi-точки доступа или камеры поворотные, или еще что-то, для этого есть уже 310-я модель с двумя SFP-оплинками на 120 Вт. Здесь уже, в общем-то, по ценникам видно, что мы начинаем побеждать конкурентов. Да, и опять же, у нас все-таки EasySmart предназначен в основном на видеонаблюдение, а Opis возможно использовать, но, скажем так, это такая опциональная функция. С 16 портами. Здесь по ценам становится все еще интереснее. Видим то, что предыдущая модель неуправляемого коммутатора несколько упадала из рынка. У нас на смену ей гораздо более дешевая, при этом гораздо более функциональная модель приходит PC-ES 318GF. Ну, по конкурентам здесь, в общем-то, тоже. Я не хочу здесь просто зачитывать столбцы. Эта презентация будет доступна для скачивания, можно ее потом будет скачать и более подробно изучить. Да, ну и примерно те же самые ситуации у нас на моделях 24 портовых. Ценник ниже, по бюджету выше. То есть здесь стоит смотреть, в первую очередь, по функциям, которые вам необходимы. Такой summary, да, слайд для понимания, что же такое EasySmart, как он находится на рынке сейчас, да, и где эту линейку будет выгодно использовать. Мы попробовали здесь воспроизвести потребности рынка, потребности конечного потребителя, то, как он сейчас решает свои проблемы и как ему в этом поможет EasySmart. То есть, как мы говорили, в случае, если у вас на уровне доступа необходимо управление, ранее использовались коммутаторы L2 полноценные, которые стоят много денег. Так, как мы говорим в основном о видеонаблюдении, здесь мы видим наших конкурентов. Это D-Link, D-Link, Vision, DAHWA, да, ну и себя самого. И мы думаем, что EasySmart очень сильно оттянет потребителей этого сегмента, которые вынуждены тратить гораздо больше денег, да, и станет привлекательным для клиентов, которые хотят сэкономить деньги, при этом не используя там 80% функции L2. В случае с неуправляемыми коммутаторами, миграция тоже вполне понятна, потому что EasySmart зачастую дешевле, чем неуправляемые коммутаторы от некоторых производителей. Гигабитные, да, мы, безусловно, говорим о гигабитных коммутаторах, не рассматривая модельки какие-то, которые 5-6 долларов на Wildberries лежат. Про серьезные проекты говорим. Зачастую EasySmart дешевле, чем некоторые неуправляемые модели, но при этом позволяет экономить деньги, как минимум, на выезде специалистов на объекты, когда зависла камера, ее необходимо перезагрузить, да, и это невозможно сделать через неуправляемые коммутаторы. Экономим деньги на выездах, получаем больше функций за те же деньги, что и неуправляемые коммутаторы. В случае с L2 не переплачиваем за неиспользуемые функции, при этом сохраняя большинство востребованных функций, доступными за более скромные деньги. Ну и последний, наверное, здесь слайд уже такой, тоже summary, да, все-таки целимся мы с EasySmart в решение для IP-видео наблюдения, это наш приоритет. Ну и, собственно, сами модельки, они говорят как бы с Unviv-детектором, с возможностью PoE Extended и так далее, что именно этот рынок рассматривался в качестве цели, да, сопутствующий рынок – это корпоративные СМБ-решения. Здесь в основном речь идет о больших многопортовых коммутаторах 318-326, да, то есть подключение каких-то офисов, раздача питания для телефонов плюс Wi-Fi точки доступа, и все это, если в офисе находится, эти коммутаторы вполне себе подойдут, и более того, являются, наверное, самым оптимальным решением по соотношению цена-функционал. Ну и напомним о сервисах, о которых Антон говорил в самом начале, да, это у нас и продержка проектов, высокая маржинальность для партнеров сохраняется, возможность взять на тесты быть уверенным в том, что вы получите именно то, за что вы платите деньги, проверить это в вашей топологии, в вашей схеме, проверить функции, которые вам необходимы, проверить PoE бюджет, пожалуйста, как говорится, обращайтесь, да, ну и плюс гарантия 3 года. Да, и здесь вот стоит обратить внимание на блок питания тоже 3 года, то есть блоки питания здесь поносны, и если что-то с ним случилось, присылайк применяем. Все, спасибо за внимание, мы готовы ответить на вопросы. Еще важный момент, да, который надо озвучить. Это оборудование уже будет доступно со склада в России с января месяца, то есть оно уже едет к нам сейчас сюда. Сейчас есть в наличии демонстрационные сэмплы, которые мы готовы нашим партнерам дать в руки, предоставить вживую, если это необходимо. Если хотите получить как-то быстро тестирование, то можно договориться с Алексеем как раз для того, чтобы он удаленный доступ, может быть, предоставил к этому устройству, чтобы посмотреть вживую, как его можно настраивать, какой там функционал присутствует, сам интерфейс. И еще, кстати, такой небольшой лайфхак, в том числе для работы с вашими клиентами, заказчиками. Как сегодня уже Дмитрий упоминал, облако Vitec – это бесплатный сервис, который вы можете использовать по необходимости, по желанию, по возможности в том числе. И там есть внутри самого уже облака, то есть если вы установите приложение, то есть зарегистрируетесь по своим аккаунтам, для всех пользователей будут доступны демонстрационные модели внутри облака. И там уже эти демонстрационные модели серии EasySmart присутствуют. То есть вы вживую сможете посмотреть, просто зайдя, зарегистрировавшись в облаке Vitec, увидеть эти устройства, которые находятся удаленно подключенными к вам, посмотреть тот функционал, который доступен для настройки, посмотреть топологию построения сети и так далее. То есть все базовые функции, которые необходимы будут в дальнейшем в работе. Еще раз, оборудование доступно с нашего склада уже с января месяца. Сейчас мы уже готовы принимать предзаказы на то оборудование, которое находится в транзите. Оборудование будет поставляться как в канал, то есть доступно через наших партнеров для продажи с полки, так и есть возможность регистрации этого оборудования в проект. Для этого необходимо прислать форму регистрации. Мы ее оценим, проверим, предоставим вам ответ о регистрации либо отказе этого проекта. Если проект будет зарегистрирован, предоставим глубокую проектную скидку. Поэтому оборудование интересное, оборудование очень привлекательное по ценовой категории, как Дмитрий сказал, но может вполне заменять неуправляемые модели коммутаторов, которые были раньше. И экономить бюджет для тех задач, где нужно управление, но модель L2 уже не настолько интересна по деньгам. Преимущества есть, очевидны. Поэтому призываю вас брать, тестировать, закладывать в проекты, пробовать. Я уверен, это оборудование будет популярным и интересным в России. Если вопросов нет, тогда всем спасибо за внимание. Контакты наши на последнем слайде есть. Если какие-то есть вопросы, вы можете также обращаться и писать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!